Эй, ребят, всем привет! С вами Косё Гасанов и настал период сдачи ЕГЭ. Точнее, вы уже сдаёте ЕГЭ. И если вы не знали, то я закончил школу в 2009 году. И в 2009 году мы, выпускники, были первые, кто сдаёт ЕГЭ по всем предметам. И мы были первые, кто поступает в университеты только с результатами ЕГЭ. Однажды в рубрике «Вопрос-ответ» я сказал, что я ушёл с ЕГЭ по литературе. И меня просто засыпали сообщениями о том, почему я ушёл, как это произошло, что дальше было. И я почему-то вам не рассказывал про это, но думаю, что сейчас тот самый момент, когда уже можно рассказать. Потому что вы сейчас даёте ЕГЭ, и эта тема довольно-таки актуальна. Поэтому, думаю, вам будет интересно послушать. Конечно же, вы не все даёте ЕГЭ. Многие из вас уже работают, учатся или ещё в школе. Но неважно. В любом случае, я думаю, что будет интересно. Потому что эта история, если честно, перевернула немного мою жизнь. Я начну с самого начала, просто с истоков всей этой истории. Я, по-моему, опять же, не говорил, но я 4 года с 8 класса ходил в театральную студию. И театр и выступления для меня просто на тот момент были всем. Я просто обожал ходить в театр, я обожал выступать, я обожал творить что-то на сцене. И вообще, мне казалось, что моё призвание — это быть актёром либо театра, либо кино. И что всё, это цель моей жизни. И единственное, кем я могу быть — это только актёром. Так казалось мне на тот момент. В 11 классе, естественно, так как я хотел поступать в театральный вуз, я пошёл на курсы театральные при МХТ. Я был в восторге с самого начала. Но ближе к весне уже 2009 года, когда оставалось совсем чуть до окончания, у меня в голове начали закрадываться мысли, что нет, всё-таки я не хочу быть актёром. Я не хочу быть актёром театра. Мне это стало неинтересно. И точнее, мне это интересно до сих пор. Я хочу играть в театре, но я не хочу, чтобы театр становился просто моей жизнью. Я не хочу жить в театре. Я не хочу полностью себя отдавать театру. И вот эти мысли, они появились у меня ближе к весне и начали пугать меня серьёзно, потому что вы представляете, когда ты всю жизнь к этому идёшь? Начиная не всю жизнь, а большую часть своей юности, большую часть своего подросткового возраста, когда ты родителям, друзьям, всем говоришь, что ты хочешь быть актёром, когда у тебя просто в голове только мысли о подобном будущем, а тут тебе закрадывается в голову, что нет, я не хочу. Да, я, может быть, хочу играть в кино. Да, может быть, я хочу быть радиоведущим, может быть, телеведущим, может быть, ещё кем-то. А блогинга тогда я вообще не знал. Но я не хочу отдавать и посвящать всю свою жизнь театру. Я не хочу этого. И на тот момент я прям даже боялся этих мыслей, но я продолжал ходить на курсы. И, собственно, поэтому, так как мне нужно было поступать в театральный вуз, я выбрал ЕГЭ по литературе. То есть я сдавал обязательно на тот момент русский и математику. Тогда не было базовой математики и профильной математики, просто была общая математика. Это два обязательных предмета. Также я сдавал общество ведения или общество знания, историю России и литературу. Всё, вот пять ЕГЭ. Я готовился к русскому языку только. Вот с репетитором мы занимались целый год. И вообще я очень волновался по поводу ЕГЭ. Конечно же, я думаю, что вы меня понимаете, те, кто сдали ЕГЭ или те, кто сейчас готовится к ЕГЭ. Волнение у меня было просто кошмарное по поводу этого, потому что я не знал, как я сдам, я не знал, куда я поступлю. Я думаю, что с этим сталкиваются абсолютно все выпускники. И это нормально. Главное, вы не волнуетесь. Просто дышите, всё будет хорошо. Это не самая большая проблема в жизни. И сейчас я всё это вспоминаю просто с улыбкой. А, и, кстати, ребята, у меня есть очень классная новость для вас. Конкурс. Я знаю, что вы сейчас все выбираете вуз и тому подобное. И некоторые из вас хотят учиться за границей, некоторые из вас хотят учиться в Китае. Так вот, есть офигенный конкурс, в котором вы можете выиграть грант. Консорциум 34 ведущих университетов Китая China Campus Network проводит конкурс China Opportunity Colorship. И, блин, очень сложно по-русски говорить английские названия. Ты никогда не знаешь, каким акцентом это произнести. И, внимание, они предоставляют 400 грантов на обучение в Китае. Какие-то гранты оплатят полностью всё обучение 100%, какие-то только 50%, какие-то только 25%, но всё-таки я думаю, что это классный шанс для вас, так что попробуйте в этом поучаствовать. И я оставлю ссылку внизу на этот конкурс, там всё подробно написано. И что мне ещё очень понравилось, то, что вы заранее можете узнать по своему среднему баллу, по тому месту, где вы учитесь, то место, которое вы заканчиваете сейчас, на какой из грантов вы можете рассчитывать. Смотрите, заходите на сайт консорциума, открываете вкладку COS, спускаемся в самый низ, нажимаем кнопку «Рассчитать свои баллы» и заполняем анкету. После заполнения этой анкеты вы сможете посмотреть, на какой грант вы можете рассчитывать. Я считаю, что это просто очень крутая возможность, поэтому попробуйте поучаствовать, это бесплатно, почему бы нет. И конкурс продлится до 12 июня, может быть, именно вы сможете бесплатно поехать в Китай. Так что, удачи! Итак, дальше к моей истории. Я все-таки продолжал думать, то, что я поступлю в театральный, уже ходил на слушания в театральные вузы, очень наволновался, но в какой-то момент, когда я шел на ЕГЭ по литературе, просто я шел в какой-то апатии, и на самом деле, мне кажется, я даже никогда не рассказывал по поводу всей этой ситуации никому. Я шел в жуткой апатии на ЕГЭ и думал, зачем? Зачем я сдаю ЕГЭ по литературе? Я не хочу поступать в театральный вуз. Что вообще я хочу от этой жизни? И я не знаю, куда я хочу поступать, я не знаю, чем я хочу заниматься. Вроде бы я всю жизнь готовился к театральному вузу, всю жизнь я думал, что я буду играть в театре, что я буду актером, или хотя бы что я буду делать попытки стать актером, но тут я понял, что я не хочу, и это было очень сложно, это было сложно осознать это, это было сложно принять на самом деле, то, что на самом деле ты этого не хочешь. Это было непросто, потому что все-таки мне было 17 лет, и я заканчиваю 11 класс, и тут я понимаю, что все, к чему я готовлюсь, все, к чему я шел в последнее время, я просто этого не хочу. И я просто дошел до кабинета, мы сдавали, ну, вы знаете, что вы сдаете не в своей школе ЕГЭ, со мной была только моя одна-единственная одноклассница, я сел за парту, нам раздали бланки, у меня просто так вот все тряслось, не от того, что я боялся, а от того, что я не хочу. Я просто не хотел сдавать ЕГЭ, потому что если бы я бы его сдал, а скорее всего я бы его сдал, то мне пришлось бы пробовать поступать в театральный вуз, или еще что-то. Короче, я не знаю, я не помню точно, что мне тогда приходило в голову, но я решил, что мне легче будет просто встать и уйти с ЕГЭ, чтобы просто даже не пробовать поступать, потому что если у тебя нет результатов ЕГЭ по литературе, ты не можешь пробовать поступать в театральный вуз, потому что нужны ЕГЭ, вы сами знаете, сейчас везде ЕГЭ, только по результатам ЕГЭ вы поступаете, но в театральном университете еще, конечно, конкурс. И я просто через 5 минут, я не заполнил ничего, по-моему, только начал заполнять фамилию, имя, вот этот бланк, который самый основной, когда ты заполняешь его с учителями, я просто встал и ушел, я отдал бланк учительнице и просто вышел. Когда я вышел, я был настолько в шоке, что я уже это сделал, что я отдал бланк, и моя нога уже ступила за кабинет, то есть я уже ничего не могу вернуть обратно, что я просто принял это решение, и я помню, что я вышел из школы и просто заплакал. Я просто шел домой и плакал, потому что вся моя жизнь реально в тот момент перевернулась вот так вот, просто в один щелчок, я больше не поступаю в театральный университет, у меня нет ЕГЭ по литературе результатов, я не знаю, куда я поступаю вообще, то есть, наверное, я был единственным человеком в детском классе, который вообще не знал, куда поступать. И я пришел домой и просто рыдал, рыдал, рыдал серьезно. Но в глубине, внутри меня, я был рад, что я это сделал, потому что, не знаю, мне сейчас тяжело это объяснить, тяжело вспомнить то, что было, сколько лет прошло? Это было 8 лет назад, поэтому я не могу до конца вспомнить свои чувства, но я помню, что в глубине себя я был рад, что я это сделал, потому что я просто не хотел поступать туда, куда я планировал так много времени. Поэтому я считаю этот момент, когда я ушел с ЕГЭ по литературе, ключевым моментом в истории моей жизни, потому что вся моя жизнь после этого пошла совсем по другому пути. И да, я поступил на юридический факультет, потому что те экзамены, которые я сдавал, история русский и обществоведение, подходили к юридическому факультету. Да, мне не нравилось учиться на юридическом факультете, но все-таки мне нравится та жизнь, которая у меня сейчас есть, и я понимаю, что если бы я тогда не встал бы и не ушел бы с ЕГЭ по литературе, все было бы совсем по-другому. Может быть, было бы лучше, может быть, хуже. Единственное, мне кажется, что мне понравилось бы очень быть телеведущим, или даже, может быть, чуть-чуть радиоведущим. Хотя сейчас я тоже вещаю, сейчас тоже общаюсь с вами, но в более свободной такой манере. И да, вот так вот я ушел с ЕГЭ. И к чему я вообще это рассказываю? Во-первых, к тому, что вы сейчас я сдаете ЕГЭ, и я даже, аж это мне стало жарко от всех этих рассказов, не волнуйтесь, все будет хорошо. Это не самое страшное, что есть у нас в жизни. Пожалуйста, не нервничайте. Потому что я смотрю на детей, которые сейчас готовятся к ЕГЭ, на их родителей, на своих родственников, потому что у меня сейчас двоюродный брат тоже сдает ЕГЭ и будет поступать. Они так волнуются, и оно того не стоит. Я понимаю, что это важно, но не стоит так сильно нервничать. Это не поможет. Единственное, чем вы можете помочь себе, это готовиться. Но уже поздно. Это сейчас, наверное, к десятиклассникам больше относится. Готовьтесь, 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 и все у вас получится. А так, например, если бы я вернулся бы в те времена, вот сейчас, с той головой на плечах, которая у меня есть, я бы сдал бы ЕГЭ, но не поступил бы. Я бы, наверное, взял бы год перерыв, и после этого я бы пошел бы, наверное, на иностранные языки или даже, мне кажется, с большей вероятностью я пошел бы на маркетинг. Потому что, мне кажется, маркетинг мне бы очень подошел, плюс, например, иностранные языки и, в принципе, та деятельность, в которой я сейчас борюсь, так можно сказать, она тоже крутится вокруг маркетинга, и было бы очень полезно. Удачи еще раз на ЕГЭ. Я в вас верю. Самое главное, верьте в себя, и у вас все получится. Вы поступите, закончите и будете работать на той работе, которая вам нравится. С вами был Костю Гасанов. Теперь вы знаете, почему я ушел с ЕГЭ по литературе. Пока!